Привет, друзья! В эфире программа «С нуля» и, как всегда, в этой программе мы с вами пытаемся заработать. Эта программа будет посвящена открытию собственного дела. Буквально вчера ко мне позвонила молодая пара, которая открыла новый казахстанский бизнес. Кайрат, здравствуйте. Алло, это меня Брин. Здравствуйте. Как поживаете? Все хорошо. Ждем вас. До новых встреч. То есть они пытаются делать кожевенные изделия и продавать их. Насколько это прибыльно, выгодно, эффективно для их бизнеса, нам с вами сегодня предстоит узнать. А с этой программы мы добавляем новых героев в нашу программу. Писали разные люди, говоря, что у нас лучше получается, мы это сделаем лучше, это сделаем так, это сделаем сяк. Я решил не мудрствовать лукаво и пригласить их на съемки этой программы. А в дальнейшем, как бы, вы сами увидите, как это у них получится. Давайте попытаемся дозвониться до них. Вы мне в WhatsApp писали на тему участия в съемках. Съемки? Да, видеоблога. Видеоблога? А, все, 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 понял, да, 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 понял, да. Да, я понимаю, да, у меня сейчас просто загруженный график, пока я не смогу, извините. Спите? Да, да. А, понял, а этот, помните, мы с вами списывались на тему сняться в программе в блоге у Тони Рбергена? Хорошо, я здесь, главное, ты же, мол, ты же, мол, ты, 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 мол. Другой, как бы здесь съемки нельзя было. Ладно, сразу, так есть, да, сама скрыгнется. А, все хорошо, отлично, спасибо, до свидания. О, отлично. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Это вас Тони Рберген беспокоит, помните такого? Здравствуйте, да, конечно. Вы спите? Ну, отдыхал. А, это уже неплохо, 10 утра. Но суть в чем, сегодня у нас съемки в 12, вы в Астане находитесь? Все, хорошо. А, до свидания. До свидания. Ну вот, итог такой. После моего объявления 4 человека откликнуло, сейчас один не берет трубки, двое отказалось. Он согласился, и сегодня мы будем записываться с ним. Здравствуйте, вы Бибу? Салам аликум, да. А, у вас такой молодой голос, я думал, какой-нибудь тинейджер там или еще что-то. Сколько вам лет? 36. Тогда паркуемся и заходим. Все. Посмотрел ваше видео, понравилось, чем вы занимаетесь. Ну, хотелось, как бы там писали в комментариях, что пишут всякое. Ага. Попытаться, да? Да, попытаться, попробуйте. Ну, пойдемте, вместе с вами попробуем. Я говорю, с собой не надо было что-то брать, инструменты какие-то, что-то. А вы вообще чем занимаетесь? Вообще изготовлением и установкой металлопластиковых окон. А, то есть у вас руки с нужного места растут, да? Ну, надо. А давно занимаетесь? Ну, с 2007 года, с 2007, 2006 года. Ну, и тогда, значит, у вас, по идее, должно получиться. Пойдемте. Как бы, знаете, чем мы будем сейчас заниматься? Чем? Чем заниматься? Конкретно, какого рода бизнес будем делать с вами? Нет, не знаю. Ага, ну я тоже, я не знаю, но догадываюсь. Это примерно сейчас нам скажет молодой человек. Привет. Здрасте. Как дела? Здрасте. Здрасте. Сейчас мы, наконец-таки, попали в такую импровизированную студию-цех, где хозяйка Гулим и Кайрат занимаются изготовлением кожевиных изделий. И вот Бейбут, и Бейбут даже не в курсе был, чем мы будем заниматься. Я тоже не в курсе был. Кайрат не мой родственник. Вернее, Кайрат родственник Гулим, но не мой. Вот. И, соответственно, наша задача сейчас с Бейбутом сразу, сразу вникнуть в суть дела изготовить какое-либо изделие нам полезное. На этом заработать, проще говоря, деньги. Сегодня с Гулим и Кайратом мы будем, как бы, постигать сейчас технологию производства. Кожу мы в Кайрате через Россию. Поставщиков прямых нет. Нам интересно, в первую очередь, сам процесс производства этого, потому что в магазинах такие вещи не купишь, а у нас люди любят эксклюзивное, что-то интересное. Ну, мы вот съездили вдвоем на курсы, и он вник в это тоже. А курсы где? В Санкт-Петербурге проходили. А, понятно. То есть казахов кожевинному делу обучают пятибуржцы? Да. Ну, там развито больше это, конечно, чем у нас. Но мы хотим это теперь у нас развивать, не останавливаться на этом. Я почему и приглашаю всех, чтобы сами учились. Я не скрываю ничего, что все показать можно. А как вообще клиентов находите? Инстаграм. Знакомые. То есть они, получается, смотрят эти вещи в Инстаграме? Да. Проявляют интерес, потом приходят и что-то делают, да? В основном знакомые-знакомые. Значит, первое, есть вариант изготовить вот такой вот брутальный чехол для сотки, только для сотки, именно под эту модель. Такой можно тогда тоже попробовать сделать. Можно его сделать не из такой плотной кожи, а сейчас мы покажем. Рыжик. Видите, вот эта кожа, она после обработки. Вот примерно потрогайте. Такой примерно по качеству чехол будет. А чем обычно мужчины, что шьют себе? Паркманы, визитницы. Кардхолдеры, вот здесь, для маленьких есть. Честно, там удостоверение и карточки. Прям сами шьют, да? Да. А инициалы не пишут ничего? Луи Виттон, Гочи. А вот Тубейбуд у вас есть тоже телефон? Да, конечно. А инициалы не пишут. Вот. То есть получается, ну как бы форм-факторы разные у наших телефонов. То есть у кого-то тоньше, у кого-то больше. Как бы мы сейчас сядем друг напротив друга, вы нам объясните, как, что, зачем нужно делать. И мы должны будем изготавливать одни и те же вещи, ну как бы каждый ориентируясь под свой телефон. Ну и по времени, по качеству, потом как бы профессионалы произведут некую оценку. Ну давайте, с чего нужно начинать? Так как телефоны у вас разные, для каждого такого изделия на заказ все-таки изготовлено у нас лекало не имеется. Это лекало изготавливается уже непосредственно на изделии. Сначала это делается из бумаги, потом мы это замеряем, смотрим. Вот, например, можете посмотреть. Для новой сумочки. Вот, видите, бумажная есть. После того, как мы уже нарисуем эскиз, нам потом Гулин и Кайрат скажут, в чем будут наши ошибки. Примерно мы поняли суть. Так, все. У меня готово. Ну, практически. А, мы практически один в один, да? То есть, в одно и то же время сделали. Ну, в принципе, все сделано внимательно. Единственное, только вот с линией ошиблись. Здесь линия идет у вас до основания телефона будет, а здесь к основанию шва. Да. Здесь очень серьезный подход был. В принципе, все уравненно. Нижний шов, он в принципе, видите, вот, если ваш телефон вот так положить, вот он где-то вот так будет, да? Плюс-минус. Вот здесь пойдет у вас шов. И по периметру тоже будет шов. Ну и вот, мы вновь с Бейбутом в одно и то же время закончили. Несмотря на то, что переднюю часть вырезал быстрее, тем не менее, вот, Бейбут меня на второй догнал. В принципе, далее можно перейти к покраске. Ну, допустим, который вчера вот красил, а это вот такой просто коричневый. Есть шоколад, есть... Бейбут, вы какое выбираете? Есть черный. Вообще коричневый можно. Друзья, как думаете, рискнуть? Нет? Друзья, говорят, на экспо потом можно трудоустроиться. Тено тоже такое делать. Да, приятно. Скрыть свою фабрику и изготавливать свою кожу. А-а-а. По своим технологиям, чтобы не закупаться. Мечта такая, где-то сделать какую-то фабрику здесь. Вашей кожи надолго не хватит. На каждом человеке метра квадратных, два номера. Вот эта кожа, допустим, это растительное удубление. Это та кожа, на которой вот такие вот гравировки можно делать. Резьбу по коже. Есть же вот такие вещи. А эти гравировки вы сами делали? Да, вот это мы делали, получается. Вот до начального виде кожа вот такая. Вот после этого резьба вот такая происходит. В общем, вот и все обрабатывается. Потому что гладкая кожа. А здесь уже, видите, рисунок есть. Это все вручную отбивается. А вообще, ну вот на такой портмоне сколько времени уходит по изготовлению? Двое суток где-то. Если не брать в расчет рисунок сам, потому что больше времени занимает в первую очередь рисунок, а обработка сама и, в принципе, один день можно сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Прошу прощения, первый раз. Да, да, сидел. Каждый день сижу. Жене там халат вчера шил. А жене? Ага. Так. А, пардон. Это штампы для резьбы по коже. Они все разные. То есть вы этого дракончика делали вот именно эти штампы? Да, из таких инструментов, да. Он полностью сделан из трех всего штампов. Основные, когда вы делаете рисунок, вот так вот. Резьба проводится такая, а потом уже с помощью молоточка и штампов эта кожа в разные стороны отгибается. Кожа, допустим, она всегда такая эластичная и не теряет свои свойства. А дубление это что вообще? Дубление это процесс обработки кожи вот из состояния шкуры до конечного. Вот последние метры, фактически у нас разница там, я не знаю, минут десять составила. Где-то он быстрее, где-то я. Поэтому любой, абсолютно любой дилетант, который вот впервые приступает к этому, может за пять часов изготовить вот подобный чехол. Ну, а кто совсем заморочится, там может сделать себе портмоне, там чехлы для машины, чехол для машины, в который будут чехлы от машины. В общем, все, что связано с кожей, это можно делать без проблем. Главное старание и опыт, который ребята готовы подарить каждому из вас. Ключевой момент, понимаете, либо-либо. Опа, видите, супер. Ну, еще раз таскается, что называется, это же все-таки оригинальная вещь, которую делали мы самостоятельно. Прикольно. Вот, как ваше экспертное осуждение, Кайрат? Какие плюсы, какие минусы? Расскажите. Нет, очень аккуратно все сделано. Вот, местами единственное только вот то, что первый раз где-то чуть-чуть, да, где-то не учли миллиметр, где-то вот здесь, допустим, небольшой. Тоже все в целом хорошо. Вон, для первого раза отлично. Ваш вердикт, как профессионала. Вот мы сегодня с Бейбутом состязались, кто из нас победил? Ничего равного. Ну, по качеству, для первого раза очень хорошо. Вот так, любимое хобби можно превратить в прибыльный бизнес. А я предлагаю вам дополнительно познать азы маркетинга, и в этом вам поможет платформа Atomician Services, где из предложенных бесплатных услуг вы можете получить консультацию по маркетингу. И для этого сначала нужно зарегистрироваться, зайти в блог «Сбыт», выбрать маркетинговые услуги. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Агерберген. Бейбут. Улим. Кайрат. Маленькая Аляна. Увидимся! Увидимся! Продолжение следует...